Ну что ж, наступает момент истины. В нашем стендап-шоу интрига похлеще, чем в четвёртом сезоне Игр Престолов. Ведь совсем скоро мы узнаем имя победителя. Боже, как же я жду этого момента! Да я школьникам каникул так не ждал, как результатов нашего смехолайзера сегодня. Я уверен, что и наши комики сейчас волнуются сильнее, чем волнуются подростки на дискотеке в пионерском лагере в ожидании медленного танца. Кто же? Кто же из комиков был самым смешным стендап-шоу сегодня? Я прошу вывести результаты смехолайзера на экран! Женя Кожевин! Я понял разницу между бесплатной и платной медициной. Знаете, в чём она? Бахилы. В бесплатных клиниках они платные, в платных бесплатные. Понимаете, чтоб была гармония, равновесие такое в мире. Ну и ещё, чтобы когда ты в платной клинике вдруг начнёшь возмущаться, что пять тысяч за анализ кала? Это что за гармония? Тебе сказали, чувак, а ты платил за бахилы? Нет. А чё ты хочешь? А чё ты хочешь? Никто не мог, даже его родители не могли бы предсказать, что он станет победителем сегодняшнего выпуска стендап-шоу. Даже отец, признаться честно, и гривны не поставил бы на победу своего сына. Но наш победитель доказал, что даже родившись в криминальном районе, засыпая под лай псов, можно стать отличным комиком, ну а теперь давайте посмотрим на наш смеха-чарт и узнаем, как он выглядит на этой неделе. Ничего себе! На пятой неделе стендап-шоу у нас неожиданная смена лидера. Удачно пошутив про бахилы, на первое место смеха-чарта мастерски запрыгнул Женя Кожевин. Теперь он самый смешной. Это было стендап-шоу на новом канале. Кому же достанутся 50 тысяч гривен? Хотите знать? Не пропустите стендап-шоу на следующей неделе. И помните, что стендап-шоу — это как сцена допроса Шерон Стоун в основном инстинкте. Посмотрев один раз, хочется смотреть снова и снова. Я Андрей Шабанов. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok